Когда зайдете, прежде чем замахнуться, смотрим по сторонам, чтобы никого не задеть. А если заденут, мало не покажется. В арсенале тех, кто решил таким способом снять стресс, чего только нет. Кувалды, биты, монтировки, инструменты на самый взыскательный вкус. Юрий Морылев окончил школу социального предпринимательства и воплотил в жизнь идею оригинального бизнеса на Ямале. Женщина приходила, сказала, придет с мужем в следующий раз. Но я думаю, это будет как совместное и семейное. Можно высказать, написать, ты меня замучил, и разбить эту посуду. Надеюсь, не об голову? Нет, не об голову, конечно. Телевизоры, разнокалиберная посуда, бутылки. Вход идет все, дай чего мелочиться. Как говорится, за все уплощено. Для Анатолия Груня комната ярости – возможность выпустить накопившийся пар. И получается это весьма эффектно. Ты на кого-то злишься, там кто-то не уступил дорогу на светофоре, а ты приходишь сюда. Ну, у кого-то жена еще, знаете, там бывает, короче, у кого-то любовница непослушная. Ну, короче, это все выпускается здесь, в телевизор, вон, полетела кувалда сразу, и все здорово, все супер, все классно. Сразу все, пар выпускаешь. Вот так. Возьмись чуть-чуть пониже и пальцы, смотри, чтобы не вдобило. Оп, есть. Все, сверху теперь добивай его. Хороши, хороши. Для девушек здесь свои развлечения. От рутинной домашней работы тоже можно устать. И этой мультиварке здорово досталось. У специалистов есть свое мнение о таком способе борьбы со стрессом. Эмоциональное отреагирование напряжения вызывает расслабляющий эффект. Это является неким плюсом. С другой стороны, какие-либо варианты разрушения не являются экологичным способом управления стрессом. Иначе говоря, комнаты ярости – это оригинальный способ провести время. А для качественного прорабатывания психологических проблем все же уместнее обращаться к квалифицированным специалистам. Виктория Воронецка, Тимур Дрошитов, Татьяна Демьянова. Время Ямала. Новый Уренгой. Новый Уренгой. Новый Уренгой. Новый Уренг. Новый Уренг. Новый Уренг.